Добрый день! Автомобиль, как известно, не роскошь, а средство передвижения. Причем в нашей стране средство передвижения автомобиль может быть по нескольку десятилетий. После чего, укатав его фактически в смерть, мы бросаем его зачастую вот так вот в дворе дома. С этого момента в жизни у некогда вожделенного и горячо любимого автомобиля наступает новый период, который может длиться бесконечно долго. Он называется «Жизнь после смерти». Промышленная компания «Втормед» совместно с каналом «Автоплюс» начинает цикл передач по программе утилизации автомобильных трассных средств. Данная программа будет состоять из нескольких циклов, в которые в себя будут включать все проблемы на рынке утилизации автомобилей. За рубежом машину невозможно просто бросить на улицы, потому что в этом случае владельцы найдут очень быстро и заставят заплатить немаленький штраф за неправильное хранение или утилизацию автомобиля. Там вообще государство регулирует наличие старых автомобилей в эксплуатации. Людям просто невыгодно содержать машину, которая старше, скажем, десяти лет. В нашей стране ответственность владельца транспортного средства за неправильное хранение пока призрачна. Хотя работа в этом направлении ведется. Поэтому и валяются брошенные автомобили на улице ржавею. Место занимают и постепенно растаскиваются. В теории каждую неделю представители ДЭЗа и ГИБДД должны обходить свою территорию и смотреть, какое старье можно забрать. Существует следующий механизм по утилизации. Если это добропорядочный собственник автомобиля, возникла такая необходимость, он должен снять автомобиль с учета и предъявить его на одну из площадок города, где у него машину принимают, и дальнейшая судьба утилизации этого транспортного средства будет строго регламентирована теми нормами, которые на сегодняшний день существуют. Если транспортное средство не имеет собственника или его сложно выявить, то тогда комиссионным путем местные власти, имеется в виду представители ДЭЗа, управы, органов ОАТИ и ГАИ, после того, как сделали попытку выявить собственника, но они его не нашли, тогда принимаются меры для того, чтобы это транспортное средство доставить на специализированную площадку города, продолжить поиск собственника и по истечению определенного времени и совершения процедур, это транспортное средство также будет утилизировано на предприятии города Москвы. Самым старым способом утилизации автомобиля считался автомобильный пресс. Вы прекрасно помните старые американские фильмы, скажем, 10-летние, 15-летние давности, где при помощи пресса из одного, двух, а то и трех автомобилей делали вот такой вот кубик, который весил примерно три тонны, после чего этот куб отправлялся на металлургический завод. То есть, с одной стороны, всё правильно, прокат поступал опять на производство автомобилей, но в каждом автомобиле неметаллических частей примерно 35%. Всё это сгорало, и сами понимаете, какое количество гадости уходило в воздух. Ну а вот производство нового поколения. Обратите внимание, вначале проверяют, есть ли какие-нибудь баки в автомобиле, чтобы в момент переработки не произошло взрывы. Посмотрим. В столице уже несколько лет работает программа «Мосавторециклинг». В рамках этой программы на первоначальных площадках, первых площадках, машины обрабатывают. Вначале снимают резину, потом убирают аккумулятор и сливают все вредные жидкости. Здесь пусто. Длинный путь к перерождению автомобиля начинается. Для того, чтобы приблизить процесс утилизации к практически безотходному, нужно строго следовать определенной последовательности. Тут как в работе скульптора. Берём автомобиль и отделяем всё ненужное, оставляя фактически голый кузов. Долой резину, пластик. Следующий этап – демонтаж с автомобиля различных деталей и узлов, которые можно продать, как подержанные запасные части или использовать в качестве основы для деталей, получаемых в результате вторичной переработки. Но это практикуется больше на Западе. Затем специалист по разборке сливает топливо и прочие эксплуатационные жидкости автомобиля. К ним относятся моторное масло, рабочая жидкость коробки передач, тормозная жидкость, а также амортизация. Это охлаждающая жидкость из системы охлаждения двигателей и хладагент из системы кондиционирования воздуха. Материалы, представляющие опасность для окружающей среды, собираются и впоследствии отправляются в специальные фирмы, занимающиеся обработкой таких материалов для вторичного использования или утилизации. При въезде автомобиля на территорию завода сразу же в автоматическом режиме осуществляется контроль уровня радиации ввозимого металлолома. В том числе и автомобильных кузовов. Машина взвешивается на электронных весах. После этого идет разгрузка около разрывателя. Дальнейший цикл связан с тем, что автомобильный кузов, если мы конкретно говорим о автомобильном кузове, он попадает в разрывную машину, фрагментируется на фрагменты, и эти фрагменты загружаются в приемный транспортер шредерной установки. Небольшое и вовсе не лирическое отступление. Во всем мире на свалках ежегодно накапливается около 15 миллионов тонн непереработных отходов. Такое огромное их количество объясняется тем, что автомобили, предназначенные для утилизации, были сконструированы и изготовлены еще 15-20 лет назад, когда автомобильные фирмы вопросами переработки и вторичного использования материалов практически не занимаются. Но вернемся к нашей истории. Итак, установка-разрыватель. Первый этап утилизации кузова, оставшегося после предварительной разборки автомобиля. Махина, поражающая своими размерами и мощью. Установка предназначена для первичного грубого размельчения крупногабаритного тонкостенного бытового и промышленного лома. Теоретически шредерная установка, куда потом поступают лом, может работать и без разрывной машины. Но благодаря первичному грубому размельчению материала пропускная способность шредера увеличивается на 20-30%. Кстати, поражает пропускная способность самой установки разрывателя. В зависимости от размеров она пропускает через себя от 5 до 120 тонн лома в час. К сожалению, мы не можем видеть то, что происходит с автомобилем после того, как он попал вот в эту камеру. Тем не менее, можем получить некое представление, если посмотрим на мониторы. Кстати, всем процессом управляет всего один человек, и машина наша уже проходит обработку. В общем, мы отправили ее в дальний путь. И звук такой пронзительный, пронзительный. Эта шредерная установка перерабатывает час примерно от 40 до 60 тонн. Внутри стоят 16 таких, с позволения сказать, молоточков. 16 молотков определенной конфигурации, которые обеспечивают не просто дробление металла, но и его закручивание. Тем самым увеличивается засыпная плотность получаемого сырья, металлолома. Ресурс каждого молоточка примерно 4-5 тысяч тонн, после чего они стачиваются и, соответственно, сами уходят в переработку, утилизируются. После того, как осуществили дробление поступившего в рабочую камеру сырья, осуществляется магнитная сепарация. В процессе магнитной сепарации отделяется черный металл от цветного и отходов. И в процессе воздушной сепарации осуществляется отделение цветного металла от отходов. То есть упрощенная схема такая. Мы имеем один вход общий и три выхода. Один выход – это черного металлолома, второй выход – цветного металлолома, и третий выход – это отходы. А вот сюда, в эту кучу, всыпаются всякие отходы. Это может быть поролон, может быть и резина, может быть пластик. Раньше, при прежнем производстве, все это сгорало, выбрасывая огромное количество гадостей в атмосферу. Теперь, слава богу, стало почище. Для того, чтобы максимально извлечь металл из отходов, даже потому что все равно в отходах металлолом в какой-то мере сохраняется, значит, мы осуществляем последующую сепарацию, и даже уже из отходов мы пытаемся выделить тот металл, который мог попасть в эти отходы. Но это уже не на шредерной установке, а на отдельной сепарационной установке. Отходы проходят через барабаны с отверстиями разного диаметра. Через самые мелкие сида просыпается похожий на песок субстанция. А дальше при помощи специальных магнитов и воздушных потоков отделяются и сортируются разной металлой. Нельзя сказать, что работа на сепараторе не пыльная, зато вполне себе прибыльная. А вот и черный металл. Он сыпается именно сюда, после чего загружается в машины и отвозится к железнодорожной ветке, откуда поступает уже на заводы на переплавку. Что получится потом из этого металла? Тут ваша фантазия бесконечна. Это может быть все, что угодно. Неотъемлемая часть утилизации – вторичная переработка материалов. Иными словами, тот самый вышеупомянутый рециклинг. На Западе схему рециклинга учитывают еще на стадии проектирования автомобиля. Каждой детали присваивается так называемый индекс рециклинга, который показывает, насколько легко будет заменить, переработать и вторично использовать эту деталь. Таким образом, уже собирая автомобиль, производитель заранее знает, какая участь ждет каждый элемент. Мы вышли с законодательной инициативой, сейчас прорабатываем вопрос формирования закона о комплексной утилизации автотранспортных средств. Под комплексной утилизацией транспортного средства подразумевается не только утилизация самого кузова, но это утилизация автошин, утилизация масел, утилизация аккумуляторов, утилизация пластмассы, утилизация кожи и других материалов, которые являются составляющими кузова автомобиля. Наши предложения основываются на тех принципах, которые действуют и в Европе, где многие страны ЕС приняли законодательно принцип, что производитель транспортного средства платит за его утилизацию. Понятие производитель транспортного средства – это не только предприятие, которое произвело автомобиль, но и та торговая система или дилерская сеть, которая осуществляет реализацию транспортного средства покупателя. Наука, как известно, не стоит на месте, и концерны производителей автомобилей всемирно этому способствуют. Во всех странах европейского сообщества на сегодняшний день определен уровень обеспечения вторичной переработки материалов автомобиля. К 2010 году перерабатываться и запускаться в основное производство должно не менее 95% от массы автомобиля. Территория, на которой мы с вами сегодня присутствуем, она специалистами оценена как территория, на которой смонтировано, действует самое последнее, самое уникальное в мире оборудование и признается наша промышленная площадка как лучшая в Европе. Надо заметить, что утилизация автомобиля включает в себя и коммерческую деятельность, которая приносит значительную прибыль. Некоторые люди считают утилизацию неблагодарным и убыточным делом, но это не так. Такое время, такие правила игры. Водителям свойственно одушевлять свои машины. Я сам готов привести кучу примеров хорошего отношения ко мне своих автомобилей. Но на этом сходство заканчивается. Когда умирает человек, он уходит в великое ничто. В таких случаях говорят прах к праху. Когда же умирает машина, своей смертью она дает жизнь многим вещам, в том числе и новым автомобилям. Продолжение следует...